Вместо ведомственной квартиры, не подлежащей приватизации, собственное жилье. С 1 января 2018 года в Казахстане действует жилищная программа, по которой бывших военнослужащих с выслугой от 10 до 20 лет обеспечивают квартирами в крупных городах страны. Подробности в нашем сюжете. Семья военного пенсионера Достана Кабдулаева переехала в новый просторный дом. Ранее мужчина вместе с детьми проживал в ведомственной квартире. Жилье, говорит он, не подлежало приватизации. Полученный же по новой жилищной программе дом теперь его собственность. В 2016 году я вышел на пенсию. У меня шестеро детей. Месяц назад получили этот дом. Детям нравится здесь просторно, рядом школа. Огромное спасибо Министерству обороны за то, что заботится о нас и предоставило это жилье. Ранее по закону военные, которые отслужили в армии более 10, но менее 20 лет и вышли на пенсию, обеспечивали жильем за счет местных исполнительных органов. Для этого за три года до увольнения они должны были встать в очередь. Министерство обороны решило пойти на беспрецедентный шаг. В вооруженных силах есть открытые и закрытые военные городки. То есть указанные пенсионеры, лица, которые уволены из воинской службы. Вот этот человек, к примеру, он проживал в закрытом городке. В закрытом городке проживал. Закрытый городок – это тот жилье, которое находится в закрытом городе, которое не подлежит приватизации. То есть, чтобы в дальнейшем этот человек, к примеру, не остался на улице, законодательно было предусмотрено обмен жилищ. Более 50 человек уже воспользовались правом обмена и приватизировали полученные квартиры. До конца года в Министерстве обороны планируют обеспечить жильем больше половины таких же, как Достанк Абдулаев, сотрудников, уволенных с воинской службы. Гульнара Ерманова, Ержан Рахман Бердеев, Хабар, 24.